Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Марсель Салихов, Центр экономической экспертизы Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый день. Марсель, вы были модератором нашей деловой сессии. Очень хочется узнать тему. Наша сессия была посвящена развитию e-como и логистики. Большую часть времени посвятили как раз именно e-como, что происходит с рынком интернет-торговли в новых условиях. Что отметили практически все участники, что рынок переживает непростые времена. Но, собственно говоря, развитие на этом не останавливается. В целом есть положительная динамика, то есть рынок растет за счет того, что происходит также переход из оффлайна сегмента в онлайн. С точки зрения ассортимента, уход западных брендов и введенные ограничения, они снижают ассортимент, допустим, маркетплейсов. Но, с другой стороны, мелкие и средние компании, они становятся все более активными. Вот они становятся основными каналами товаров импортных на торговых площадках. Вот. Также вот участники отметили, что, допустим, те небольшие продавцы, которые продавали свою продукцию через социальные сети, которые сейчас запрещены в России, они как раз стали, наоборот, переходить на маркетплейс, и маркетплейсы видят увеличение своих объемов. Вот. Что еще было? У нас выступали представители госорганов, Министерство промышленности и торговли, Банк России. Вот. А что они сказали? Они сказали, что уже реализованы ряд инструментов, которые должны помочь отрасли. Это, в первую очередь, легализация параллельного импорта и снижение беспошлиного лимита в беспошлиной торговле, в трансграничной торговле. Вот. Обсуждается и должен вводиться проект бондовых складов. Вот. И это как раз, ну, должно помочь развитию отрасли. Я так понимаю, профессионалы пообщались, и конечный покупатель будет доволен. Будет рост, будет товар, значит, будет спрос. Все надеются на это, вот. И в целом, да, бизнес продолжается, маркетплейсы развиваются, вот. Ну и, собственно говоря, представители госорганов, они обещают всячески помогать этому. Приятно это слышать. Спасибо вам большое за интересное общение и удачи вам в работе. Спасибо вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!